Доброе утречко всем! Такое, надо, наверное, небольшое предисловие к последующим кусочкам видео, потому что это у меня очередной влог, и он очередной такой в стиле импрессионизма. То есть разные мазки каких-то впечатлений, эмоций, переживаний, никакой логики, никакой последовательности, потому что моталась по всяким делам, погода менялась, без конца то солнце, то еще что-то, и, в общем, такая вот суматошная совершенно у меня получилась последняя, хочется сказать, неделя. Неделя тоже, но последние два дня тоже такие суматошные, это все еще продолжается, в общем, когда уже будет, наконец, какой-то покой, определенность с ремонтом и с прочими делами, поэтому все мое видео будет состоять из таких вот смешных маленьких разных кусочков. Если кому-то интересно, оставайтесь. Так, кто у меня попросил бы показать муху, вот сейчас вижу муха рядом со мной, тут сопит-храпит, а сейчас я ее покажу. Вот она мушенцая такая вся, да, скажи, вот так вот, в теплом халате, отобранном у хозяйки, спит. Она почти все время вот спит, ей нравится, где ты там закопалась, ну-ка покажи, как ты спишь. Вот так мы спим. Разленилась, даже когда хозяйка приходит домой, все равно мухе ленит ее встречать. Она так высунет носик, посмотрит. Ну, давай я тебя накрою. Ну, вот пока хозяйка бегает, выгнанная своими, так сказать, всякими делами на улицу в ужасную погоду, собака вот наслаждается теплом, уютом. Да, мушенцая? Мушенцая? А, скажи, отстаньте вы от меня. Ну, все, поехали дальше. Погода вызывает такие двойственные чувства. С одной стороны, красиво, конечно. Но, с другой стороны, как же это все надоело. Как же хочется уже, чтобы не было снега, была солнышко. Но нам его обещали только 8 марта. Так что еще, по меньшей мере, больше недели придется жить в таком вот режиме. То снега, то дождя, непонятно чего. Такой вот вид красивый. Правда, на кладбище. Мы в центре, в котором какая-то совершенно потрясающая штукенция находится. Видите, какого-то шара пришельцев, который сюда прилетел с неизвестной планеты. вот такая погода. То солнце, то снег. А сейчас прямо метель-буран. Такая необычная погода. Вроде бы уже конец февраля. А вот какие метили. Совсем все заснежено. Дома не видно. Вот я только и все сниму. Вот это наш Рижский вокзал железнодорожный. На нем есть магазинчик индийских различных благовоний, масел. Я теперь в этой теме съездила, кое-что присмотрела. Приеду, расскажу, очень красивые цветочные ароматы. Потрясающий индийский жасмин, который совершенно отличается. И еще какие-то в общем есть о чем показать, есть что рассказать. А в целом вот такая у нас сегодня серая погода в воскресенье. Грязно, мокро, то снег, то дождь. В общем погода довольно-таки неинтересная для прогулки. Вот там у нас дальше центральный рынок. Проходя вот это автовокзал, виднеется за горочкой. Ну и еду в свой район. Ну вот, я и дома, и как бы хочу показать все-таки, потому что они мне настолько понравились, вот эти масла, которые я купила в индийском таком магазинчике. Он у нас находится на железнодорожном вокзале, там такие проходы есть, и вот в одном из проходов хозяйка сама ездит в Индию, продавщица тоже в теме очень, мне очень нравится, когда люди в теме могут рассказать, подсказать, как-то посоветовать. Сразу намного интереснее как бы в этом магазине что-то себе купить. И так как я сейчас пошла по этой теме аромок всяких масел и всего такого, надо было приобрести какую-то аромолампу. И вот там из такого мыльного, как она сказала, мыльного камня, он режется вручную, очень красивый, действительно камень. Вот такая небольшая, но очень индийская аромолампа, где сверху можно налить воды, накапать масло и зажечь свечку, и тогда вся комната будет благоухать. Но те масла, которые я купила, кстати, мне жалко их выливать в аромолампу, мне кажется, они более такие благородные, и они не настолько концентрированные, то есть их можно использовать скорее как духи, и они действительно просто восхитительны. Посоветовали мне вот такой маленький, видите, маленький пузыречек, но так как это масло, его хватит надолго. Это жасмин. Жасмин, он, естественно, такой индийский жасмин, он совершенно другой цветок, и немножко аромат другой, но, конечно, угадывается вот эта жасминовая составляющая, но он не настолько душный, не настолько резкий, он такой нежный, как будто бы вот наш жасмин такой нежный жасмин, потрясающий, очень красивый аромат, и, конечно, когда я обнаружила вот там такие красивые ароматы, я начала смотреть еще на эти бутылочки, я со своим зрением, вернее, отсутствием зрения прочитала, что это какой-то афродизиак, думаю, о, это то, что мне надо для смены жизни, что-нибудь такое интересное, но это какая-то афродизия оказалась, может быть, оно, конечно, тоже имеет эти свойства, вот такой вот бутылечек, он немножко фиолетового цвета, как мне кажется, это вообще такой аромат, я не могу вам передать, это цветы и в то же время одновременно вот зелень, зелень в сочетании с цветами настолько яркая, красивая, но благородная, нерезкая, вообще как-то мне легло, необычайно, я просто в восторге именно вот от этой афродизии, я потом почитаю, что это вообще такое, я сейчас интересуюсь всеми теменовыми ароматами, вот это я могу просто как использовать как духи, потому что аромат божественный, ценные 4,80 за такой бутылечек, но так как это масло, этого хватит просто очень-очень надолго, так что если кто интересуется, еще не знает, а наверное все знают, кто в Риге живет, ну если кто приедет, в Риге вот прямо там по вокзалу и ищите, там еще украшения, там еще какие-то, а, кстати, еще было масло, очень красивая сандала, лотос, орхидеи, причем орхидеи я наверное куплю, потому что продавщица сказала, что у нас такой легкой горчинкой, это так интересно, я уже этими так нанюхалась, что я уже не восприняла как нужно, она сказала, его очень часто покупают мужчины, им очень нравится эта легкая горчинка, куда же они его наносят, кто его знает. что еще интересно, в том магазине, который на видео, где такой большой рожевый шар, розовый, оранжевый шар, вот, там это спицы хом и рядышком, и там обнаружила медовый киоск, где продаются очень интересные, ну я видела, что у нас в Латвии начали смешивать как бы не просто мед, а всегда туда что-то еще добавляют, но я там первый раз увидела такие составы, как например, мед с арпиладзеной, это мед с рябиной, ведь он оранжевого цвета и на вкус он, вот кому не нравится, скажи, мед как таковой, вот, ну раздражает его этот сладкий вкус и все, но хочется все-таки получать в организм какие-то витаминчики, вот такие варианты прекрасные, потому что он даже и медом-то и не пахнет, он с легкой горчинкой, ну как, как, естественно, это сама рябина, но в то же время, так как меда много, то эта горчинка тебя не вызывает, в степе какое-то неприятного такого ощущения, витаминов здесь, конечно, кладезь, запах, аромат, вкус, все божественно, еще из этой же серии, и он кисленький, кислогорький, а вот этот, просто кислый, 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 мед с цедонией тоже добавлено, ну как молодцы люди придумывают, замечательный, просто прекрасный, еще, так, чтобы вот, хочется всю информацию, чтобы ничего не забыть, еще там был и с черной речкой, это очень хорошо при кашле, с чем же, с чем же еще, в общем, с какими-то такими добавками, которые как будто бы, чуть ли не с сельдереем, в общем, очень интересно, мне это понравилось тоже, я как бы хочу там еще что-то попробовать, причем состав очень большой, тоже рябины, цедони, там где-то 30%, это именно дает хорошее такое ощущение, что там эта ягода есть, плод этот, потом, что еще надо рассказать, только бы не забыть, заходила в книжный магазин, сейчас подсела на эту мемуарную литературу, и опять нашла какую-то новую серию, потрясающую, надо мне снять отдельное видео про это, про мои последние книжные покупочки, это я сделаю, и вот такая серия, она выглядит, все книги примерно в таком варианте, на обложке какие-то старые фотографии тех лет, вот сейчас купила Лора Беленкина окнами на Сретенку, правильно я говорю, в Сретенку, и у нас во дворе Лариса Миллер, старые фотографии, о старых временах, все, что мне нравится, я такая вся ретро, в общем, обожаю читать про то время, да и вообще люблю такие записи, это как дневники, конечно, потому что люди так откровенно, искренне рассказывают о том, что с ними происходило, что вокруг, конечно, это и глазами время, поэтому оно всегда будет немножко выглядеть по-другому, через призму восприятия самого человека, но и тем и интереснее, вот из всех этих кусочков, этой мозаики, можно составить общее представление, что же вообще в те времена происходило, вот это, вот это, и, ну и заключая влоговое видео, я моталась-моталась, везде по делам, и в какой-то момент было солнышко, и я ехала на такси через весь город, мне надо было там в Курцимс, и поэтому пристыкую еще и это, я знаю, не всем нравятся такие видео, но мне нравятся, когда ты вот едешь, из окна ты смотришь на город, и ощущение, что ты сам там присутствуешь, я всегда такие ищу на канале Ютуба, и если мне нравится какой-то город, я нахожу подобные видео, и просто по этому городу катаюсь, на троллейбусе, автобусе, на чем-то еще, на этот раз едем на такси, кусочки, кому не нравится, уже дальше не смотрите, вот, наверное, пока на этом и все, вот такая у меня суматошная совершенно, была и неделя, и последние два дня, и, судя по всему, и все предыдущие будут, следующие такие же, потому что просто какой-то калейдоскоп всяких событий, и это вот отражено в моих таких суматошных блогах, ну, надеюсь, это не самое страшное, что может быть, и это пройдет, как говорил Соломон, всего хорошего, пока-пока, пока-пока, сейчас, так, как-то, uzzahop, пока-пока, Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok 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 Добавил субтитры DimaTorzok 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 Добавил субтитры DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok 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 DimaTorzok